Вы предприниматель или хотите открыть свое дело? Тогда автоматизируйте ваш бизнес с помощью программы для учета и торговли Тезариус. Она подойдет для всех видов деятельности, включая автобизнес. Данный сервис предоставляет готовый интернет-магазин. В разделе обучения можно ознакомиться с полными возможностями программы. Для всех наших подписчиков промокод Интерес, который дает 10% скидки на платный тариф программы. Ссылка в описании плюс промокод. В Египте очень-очень плохая еда и всегда травится от алкоголя. Саша, когда обманулся, выходишь и уже не так полный, ветер не сильно обдувает. Наша женщина как баклажан. Хочу потрогать. Доброе утро, друзья. Мы собираемся на завтрак. Но почему-то Игорь сейчас очень долго собирается. Что ты делаешь? Сколько лет? Я делаю прическу. Я себе заказал мусс от Фаберлик. Только-только волосы, когда помыли, пока они еще такие влажноватые, просто берешь вот так, чпок. Чпок. Главное не переборщить. Зачем-то ты прилизываешь? Нет, я их размазываю. Размазал и все. Можно поставить потом будет прическу. И все, она будет стоять и нормальная. А еще я пользуюсь кремом от Фаберлик. Ну, он как бы омолаживающий. Но я еще вроде не старик, но уже потихоньку пользуюсь. Он чем удобен? Он немножко такой влажный. Улажняет кожу и не сушит. Если хотите тоже заказать продукцию от Фаберлик, ссылочка будет в описании. Переходите, заказывайте. Отдыхаем мы в Египте в декабре. У нас курорт Хургада. Отель Jungle Park или Jungle Aqua Park. Или как еще можно назвать? Или просто Jungle. Все и так знают его. Да. Ладно, у нас сегодня грандиозное. Сначала покажем вам пляж, потом аквапарк. На завтрак у нас есть всякие круассанчики, пару каш. Там хлеб просто, тосты можно сделать. Это огромная очередь за яичницей и за блинами. Причем яичницу можно разным заказать. Можно просто, можно омлет, можно микс с овощами. Еще один офигевший чувак, который в шоке от камеры. Hello, hello! YouTube! Сколько? 500. Как 500-то? 500. 500. Доллар. Поговаривают, что в Египте очень-очень плохая еда и всегда травятся от алкоголя. Это правда? Да. Если возьмется какой-нибудь отель у бедуинов, возможно... У бедуинов? Ну, наверное... Бедуин Hotel and Spa? Если брать какой-нибудь хороший отель, я думаю, что все окей. Кстати, еще одна особенность отдыха в Египте. Вам не нужно с утра ставить будильник. Часов в семь просыпаются мухи и начинают просто вам на лицо садиться и будят. Тебя будили сегодня? Нет. У меня разбудилось сегодня так до будильника муха. И так каждый день будят они. Отдыхали мы в Египте в декабре. У нас восемь дней получилось. И стоило это все 600 долларов на двоих. На двоих. Где тура берем, ссылочка в описании, ребят. Все удивляются. Сейчас мы вот с людьми разговариваем тоже, которые сюда приехали. Спрашиваем, сколько у них стоило. Когда называем 600 долларов, они говорят сначала на одного. Я говорю, нет, на двоих. А где берете сразу же? Вот ссылка, ребят, в описании. А вот что у нас творится в пик на детском бассейне. Ну круто то, что есть отдельно детский бассейн с горками даже. Ребят, если вы считаете, что запретили вылеты в Египет из России, то это не совсем правильно. Я нашел сайт, где можно забронировать Египет из России с вылетом из Москвы. Единственный нюанс, вы летите из Москвы до Каира, а дальше трансфер до отеля. И вот, например, цены на март. 14 марта на неделю от 74 тысяч. Все включено на двоих. Можно без проблем прокатиться. За 82-83 тысячи уже будут отели получше. Выбор большой, поэтому из Москвы можно вылететь с помощью этого сайта в Египет. Я думаю, очень многие люди соскучились по Египту и хотят туда попасть. Поэтому с помощью сайта, ссылка будет на сайт, естественно, в описании. Переходите, бронируйте, отдыхайте так же, как и мы. Если, допустим, Египет вас не устроит, то я посмотрел еще есть туры в Таиланд по низким ценам. Например, на 26 февраля от 55 тысяч на двоих можно прокатиться в Таиланд 50, 60, 70 тысяч. Или в Доминикану, например, на 8 марта на двоих все включено от 130 тысяч. Тоже неплохая цена. И сверх низкие цены на Эмираты, на двоих, на 8 ночей от 43 тысяч рублей. Специально для моих подписчиков я выбил еще скидку по промокоду, которая будет в описании. Поэтому, ребят, переходите. Ссылочки на промокод и на этот сайт будут в описании. Переходите, бронируйте и отдыхайте так же, как и мы. Та-дам! Вот мы и на пляже. Вот это справа наш бар. И тут можно пообедать. Такая закусочная есть. Вот примерно вот отсюда начинается наша территория. И куда-то вправо идет. Докуда, я не знаю, если честно. До какого? Ну, может, до пирса дойдет. В общем, здесь можно отдыхать, загорать. Сейчас где-нибудь положим вещички. Пойдем на море сходим, посмотрим, как там обстановочка. Ну, вроде как, не сильный ветер. Может, даже можно будет скупаться. Ты купаться-то будешь? Слушай, ну, я бы хотела все-таки. Ну, а то как-то это странно вообще, что мы ни разу не купались. Ну, да. Так ни в море, ни в бассейне, нигде. Где? Настало время испробовать Красное море. Напробую, так сказать. Еще ни разу не купались. Ну, да. Ну, в основном, деды купались. Потому что они моржи все. Ну-ка, водичка. Ну, градуса так 20, наверное, 2, что-то около того. Если вот так 5 минут постоять, немножко попривыкать, то вроде как теплеет. Но дует ледяной ветер, и в этом-то вся проблема. Если ветер убрать, то вообще было бы нормально, да? А так очень холодно. Глянусь, он хочет совершить отважный поступок. Вот тут такая бирюза, потом у нас просвет, а потом что-то синее, синее, синее. Ну, как? Так же холодно? Может, там теплее? Глянусь? Нет. Глянусь? Не знаю. Тогда смогу сказать, что я плавала в тюкан. Ну, да, галочку можно поставить. Ну, вот, я так рада этого. Тут, кстати, злотка такая твердая. Ну, так что для галочки так вот оп и выйдет, да? Да, у нас даже Балтийское море прогревается побольше. Ну, летом, правда. У тебя уже зубы стучатся. Не, в воде, наверное, тепло, а вот сейчас полная жесть, наверное. Вот так выходишь, и все. Да? Ничего себе теплее даже. В воде теплее? Нет. Здесь теплее? Нет, от Титакова. От Титакова? Игорь готовится к холодной воде, он уже заранее скрючился. Водя, давай. Давай. Не, действительно, вода, конечно, она не настолько холодная, если бы на улице было теплее на градуса, не знаю, хотя бы три, может быть, или нет, или просто ветер отключить, то будет нормально. Всё, обратно. Смотри, когда оплылся, выходишь, уже не так холодно, ветер не сильно обдувает. Может, утром очень холодно, и сейчас, ну, прям стоишь нормально, даже ветер не ощущается. Это у тебя от холода зубы побелели или от зубной пасты фаберлика, я не понимаю? Я ел по фаберликам, потому что чищен. Не, ну, вот теперь не холодно, нормально. Можно гулять, дальше отлично вообще. В общем, зимой лучше на бассейне тусоваться, конечно, на море смысла особого нет приходить, потому что, ну, прохладно, а загорать можно и на бассейне, бассейны подогреваются, поэтому зимой чисто отельный отдых. Про море можно забыть, мне кажется, на зиму, до весны, там, до апреля, так точно. Ну, ты знаешь, мне больше на море нравится вот так. Ну, не искупаться, хотя мы на бассейне купаемся, но зато, если что, ты будешь знать, что там вода потеплее. Нам повезло с трансером, запрыгнули в последний вагон. А у нас обед. Тут вначале овощи, овощи, овощи. Кстати, салаты не делают, только вот овощи и самому типа делают. Вот тут всякие масла и все самому. Оливки, капуста, капуста, оливки и соус. Это, наверное, кетчупо, майонез, хлеб. И тут пицца. Как делается пицца? Он просто из этих штучек все выбирает, туда закидывает и сейчас в печку закинет и все. А тесто вот заготовлено заранее. Дальше рис. Тут овощи тушеные. Тут тоже овощи. Картоха. Утка. Здесь утка. Дальше это соус, соус, курочка и курочка жарится. Все повара работают в перчатках и периодически их меняют. Это как бы о чем-то говорить круто. А вот у нас апельсушка готова. Вся посуда у нас в отеле исключительно либо стекло, либо бумажные стаканчики, никакого пластика. Вкусная пицца? Я еще не поела. Ну ты же жуешь. Я вот это жуешь. А, овощи? Желаю, она салат сделала. Типа приготовила салат. Тут же есть повара, зачем ты готовила салат? Ну, у них приезжает. Кстати, там дальше, нет. Вот там дальше надо было пройти, где вот макароны, где дальше. Вы готовы? Да, нет. А мужик сам нарезает то, что ты ему говоришь. То есть салат, короче, себе делают. Игорь созрел и решился. Но, к сожалению, такая ситуация, что чтобы снимать, может только это делать один человек, а один человек кататься. Ничего необычного, все как всегда. Берем в отруску и погнали. Приехали. Ребята уговаривают Игорь скатиться. Он боится. Смотрите, даже самой простой горки, которая такая вот. Ю-ху, он боится. Он, ребята, уже скатились. Так или иначе, приходится. Погнали. Там на самом деле она кажется такой простецкой, но вот тут поначалу там вкус примерно вот такой. И кажется, как будто тебя сейчас опрокинет. Я на секунду подумал, что я вот так сейчас полетил. Блин, ну прикольно. Афарак, кстати, тоже классная. Получается, вам сначала по трубе, а потом вот этот шар. Ты вот так крутишься, и по идее в конце тебе там маленькая луночка, в которую ты должен попасть. Поскольку я ничего не вешаю, я почти на половине просто остановился, и все. И мне пришлось самому подтолкнуться и в эту лунку враникать. Ну, а потом просто бах, бассейн. На некоторых аттракционах одному нельзя, только вдвоем, как, например, на этом. Покажи. Вот на этом нельзя нифига одному. Я хотел прокатиться. Тоже весело. Сейчас вот ребята поедут. Тут только-только вдвоем. Берете двойной вот этот круг и погнали. Сейчас два малыша прокатятся. Тут баланс какой-то должен быть. Вот, но тут тоже наклон. Серьезно? Идет какой наклон? И все, и так же болтает и туда выносит. Классная. Это горка желтая такая. Игорь поехал вот в такую вот зеленую. Самая унылая горка. Ты просто по темноте тебя швыряешь, швыряешь, швыряешь. Потом украсываешь. То есть, немножко даже простовато, потому что ничего не видно. Но она закрытая, да? Не, обычно закрытая. Даже горка подсветка есть. А здесь нет. Пойдем на синюю. Синяя, кстати, намного лучше. Зеленая такая спокойная, не страшная. У вас потихонечку болтает, как легкая прогулка по Рифанилу. И все, и дальше туда же в тот же бассейн выкидывает. Там буквально это 20-30 секунд и все. Но мне понравилась больше вот эта синяя. А вообще, пока что из всех понравилась первая и вторая. Погнали! И завершающий раз. Уже игры прокатятся на белой горке. У меня ветерок дует, я уже замерзла. Он туда-сюда тоже из воды наветит. Я даже слышала, как он сделал. Все. Больше всего мне понравилась первая и последняя горка. Но я тут не на всех покатался и не все вообще сейчас работают. Некоторые только до обеда почему-то работают. Некоторые только после. Но первая и последняя самые классные. Да, действительно, аквапарк круто. Здесь очень много шезлонгов. Здесь вот детские горки, пожалуйста. Здесь есть бар, столики, стульчики. Вы можете заказать себе напитки. Есть, конечно же, туалет. Привет. Мяу-мяу-мяу-мяу. Кот, поговори-ка. Разговаривающий кот. У нас уже наступил ужин. Все шипит, бурлит. Сейчас посмотрим, что там. Это шаурма. 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 Ну, просто шаурма обычная. Просто народу подвезли побольше. Народу дофига, да. Да, вот там просто шашлык. Здесь, здесь. Просто бутерброды. Ну, там жареный хлебушек поджаренный. И потом он всякого накладывает. Ну, вот, например. Там очередь на шашлык. А, вот там еще что-то. Давай посмотрим, что там делают. Интересные всякие штучки, да, закусочки такие. А, ну, тут типа хот-доги. Да, хот-доги. Ну, похоже на хот-доги. У них сегодня, кажется, день стрит-пуда. Hello, hello. Да, бывает день стрит-пуда, бывает его не бывает. Мы один раз только попали на креветки, на морепродукты. Больше мы их как бы не видели. Не знаю, может повезло, может какие-то определенные дни. А здесь что? Банан вижу. Он жарит банан. А, ну вот, да, банан в карамели. Ну, как сладость, наверное. У нас по территорию ослы верблюда гоняют. У нас сегодня рыбный вечер. Не нравится рыба? Три разные рыбы, и все там жареное, либо в тесте. Рыба сегодня что-то вообще не зашла. Не понравилась. Ну, мне не очень понравилась. Не. Особенно вот в этом кляре, там одно масло. Вот эта черненькая, темненькая, вообще непонятно. Мне сначала показалось, что это курица. А третья рыба, она такая жидковатая. Какая-то я не знаю, как ее назвать. Жляна еще нахватила по пути бананы. Это бананы, они печеные, или жареные бананы с корицей. Что там еще? Корица-карамель какая-то, да? Ну, типа карамели, да, только непонятно. Они даже хрустят, бананы хрустят. Ты ж хру... Мам, мне показалось. Что, ну у тебя зубы хрустнули? Ммм. Нормально? Вкусно, теплый банан. Теплый банан с корицей. Да. Мы уже перекусили. Капец. И отправляемся на дикий шопинг. Жляна, ну что тут тебе надо? Они просто увидели камеру, сейчас чуть-чуть поднимите. Футбол Канада. Магнит за доллар надо? Hello, hello, hello. Fine. Сумка надо? Сумка. Сувениры, магниты, короче. Опа. Какой вопрос? Это камера. Не-не-не-не-не-не, мне надо уходить. Супремая. Супремая. Hello, hello. Почему люди все красивые? Почему все красивые люди? У нас наша женщина как баклажан. Правда. Это как? Мы баклажан. Посмотри тебе. Баклажан. Опа, Гуччи. Опа. Сколько футболки стоят? Сколько кофты стоят? Для тебя? Не можешь. Так нам надо и мне, и ему. Хорошая стена. Хорошая? О, берем тогда, берем. Это оригинал? Это? Нет. Я не обманул. Молодец. Молодец. Видите, как оригинал. Ну как? Бля-бля-бля. Нормально, только серая. Брендмен. Брендмен. А, ну они послушали такие приятные, только серая. Заходим в магазин, и нас всегда спрашивают, вы откуда? Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония. Все страны перечисляют. Про Россию абсолютно вообще забыли. И только в последний момент, когда ему уже подсказки даешь, Россию он говорит, что это невероятно, не может быть. Вот так, ребят, про Россию уже тут забыли. Ждете все, да, Россию? Нет России. Нет России. Пока что нету, да. Ждем. Здрасте. А, маленькая. Но он говорит, другие с размером. Ну так, ну рисунок тоже нормально. Маленький. Больше? Это какой раз мне надо? С. О, тут кофе, чай, специи. Все есть. Смотрите, сколько всего. Ну, как слышно. Глаза русуют. А что это? Это, по-моему, даже гранатовое. Что это? В общем, вкусно пахнет. А что это такое? Гранат-чай. Это гранатовое? Реально. Что же мы не смогли удержаться в магазине со всякими вкусными запахами, чаями, специями купили. Посмотрела я, что такое шафран, понюхала, что такое шафран. Ну, не знаю. Мне он на запах не понравился. Кто-то говорит, что шафран-то великолепный. Царь всех специй. Ну, странный у него вкус какой-то. Я бы не стал пырком. 100 грамм 2 доллара всего. Мне кажется, маленькая. Али, потрогать. Что, и все? Видишь, как женщина. Я тебе нормально бы могу. Да не, нормально. Да не, она не нормально. Он говорит маленькая, я бы нормально покажу, который будет. Как она эта маленькая? Е-мое. Е-мое. Жена брендами тут одевается. Посмотрите. Первый, второй. Бренд на бренд на бренд. Я одену бренд на бренд на бренд. Да. О, тоже как раз. Она тебе небольшая? Нет. Это самый маленький. А, это С? Тоже самый маленький, это большая. А ты не забыв, друг, она просто сейчас на футболку. У вас холодно, можно джембер, рубашка, либо там вот так вот. Как капуста будет. У Лёчин один номер с походня, нормально. Он не знает, как... Он не знает слово капуста. Круто в Египте. Игорь Уэска маленькая. Классно, да? Давай, М-ку одевай. Это же китайская. Почему? Какая китайская? Это египетская. А где сделали? Где их шьют? Это египетские вообще. Ну, смысл, зачем им в Китае покупать? Зачем, если у нас хорошая хлебка тоже, Юля? У нас тоже египетские хорошие хлебки. О, это получше. Это да. Нормально попробовать. В плечах нормально. Стой. Вот, видишь? Ну, ты хочешь поддернуть. Это моя работа, я тебя не трогали, понимаешь? Ты тоже не говори, как ты уже. Короче, я устала покупать все, поэтому сейчас мы пойдем, по-моему, уже спать, потому что невозможно ходить здесь по магазинам. Это жесть. Ты вообще доходишь, вроде соглашаются, потом нет. Это вообще... Потратили все брахмы, короче. Фунты. Стерлинги. Осталось десятка бати, он же у меня нумизмат. Купили футболки, кофты, чай, картина, потом еще некоторые сувениры родителям. В принципе, осталось пятьдесяточек. Все, так все деньги такие и ушли. Быстренько они улетают, только торговаться прям как будто он с этим торгом из тебя энергию вытягивает. Чувствуешь? Ну да, так и есть. И под конец ты уже такой, все, уже мне ничего не надо, просто отстань от меня, он не отстой. А он все равно, да, ты все равно покупаешь. Вернулись мы в отель, знаете, что Игорь выдал? Говорит, я что-то проголодался, энергия ушла на торгах рыночных. Я, говорит, проголодался, хочу на поздний ужин, говорит, хочу. А поздний ужин мы называем поздним супом, это потому, что... В Турции. В Турции так было. В Турции. Приелось как-то, да, это вроде поздний суп. Как суп может быть поздним? Типа застоялся уже такой, знаешь, отскиз немного. Ребят, если кто будет в этом отеле, джангл парк называется, я сейчас вам кое-что посоветую. Видите вот это вот местечко? Вот там внизу есть Боревич. Там делают самые лучшие коктейли, самый лучший вкусный кофе. Поэтому ставим лайк за хороший совет. Нет, конечно, кто-нибудь может подумать и... Но в каждом здесь баре делают одинаковые коктейли. Но на самом деле это так. Но на самом деле это не так. Названия-то одинаковые, но как их приготовили? В общем, соблюдение пропорций только вот в баре под ресепшеном. Прям вот идеальное. Спасибо, спасибо. Коктейль моей мечты. Смотрите, как... Половину выдуло. Не в этот раз. Может, ты его не перемешала? На этом завершается наша поездочка в Египет. Надеюсь, вам понравилось. Вот нам 100% Египет понравился. Прям идеально зашел, лучше всех. То есть мы завтра не снимем никакого видео-завтрака? Завтра фильмиков не будет. Всем пока! Приезжайте отдыхать в Египет! Всем пока!